Это играют гости. Команды из других регионов страны, прибывшие принять участие в открытии сезона игр высшей лиги в рамках главного республиканского турнира. В общей сложности в Ак-Тубе съехались порядка ста человек. Спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал клубов. Шесть команд до конца этой недели будут оспаривать звания сильнейших. Зрители также не могут не порадовать домашние игры родного клуба, которые запланированы на каждый день. В общем, мероприятие масштабное. Готовились к нему тоже серьезно. Специально для этого в спорткомплексе оборудовали баскетбольную площадку со всей ультрасовременной начинкой и по международным стандартам. Уверенно чувствуют себя спортсмены БК Ак-Тубе. К слову, команда выступает под единым логотипом с нашими футболистами и хоккеистами. Это хороший стимул для взаимодействия между клубами и болельщиками. Что касается рейтинга, то пока наших ребят нет в тройке лидеров. По предыдущему это Алмата, Шимкент и Астана. Мы крепкий середнячок. Но вначале мы начали тоже очень хорошо, дебютировали. Фурорчик создали. Мы зашли вообще стопроцентным активистским составом игроков наших спортсменов. То есть ни один клуб не играет так. И сразу же вошли в тройку сильнейших. Нас уже поставили сразу же в лидеры. Но потом у нас случились проблемы. Немного сфинансировали. Немного какие разные проблемы. И клуб немножечко распался с командой. И мы играли в меньшинстве. Приходилось как-то, что-то тренера как-то менялись. И в общем скатились вот так вот. Ну, укрепили все равно свою позицию. И продержались достойно. То есть даже в меньшинстве мы не проигрывали. Хотя потенциал в регионе большой, считают профессионалы. Всегда Ак-Тубе был донором для регионов. Наши баскетболисты успешно выступают в других казахстанских клубах. Новые имена и надежды большого баскетбола выстреливают практически на каждом турнире. С появлением в минувшем году Федерации многих талантливых спортсменов удалось вернуть под родные знамена. Теперь есть база, есть поддержка, есть стимул. Прежде такой возможности развивать собственный профессионализм у местных баскетболистов не было. Почему-то вот есть такой стереотип, что в Ак-Тубе баскетбол как нету. Так на самом деле просто его не анонсируют, не афишируют, не говорят об этом. В соревнованиях проходят наши дети, всегда выиграют девочки, четырехкратные чемпионки Казахстана. В сборной четыре девчонки. Блин, я не знаю, как тут. Ребята только дебютируют, заходят, дают им шанс, они сразу стоят лучшими по Казахстану. О чем тут говорить. Баскетбольная площадка для поколения 70-х, 80-х была любимой и для большинства успешной. Именно тогда основу качественной актюбинской школы баскетбола заложили известный далеко за пределами региона тренер ДЮСШ номер 2. Сегодня у малышей также есть возможность научиться этой увлекательной командной игре. Но самый большой плюс в том, что стать настоящим профи тоже можно, не покидая родного города. А пока юные баскетболисты болеют за наших и желают мастерам БК Актюбе только побед. Ирина Гуд, Смирлана Манжолов, программа «Факт». Спасибо. Спасибо. Спасибо.